Долгожданное событие для северо-запада России. В Петербурге сегодня открылся крупнейший аэровокзальный комплекс терминал Пулкова-3. Уже принимает первых пассажиров. Они полетят в Дюссельдорф, а пока оценивают внутреннее убранство огромного здания. Особая гордость строителей, уникальная фабрика автомат по сортировке и выдаче бокажа. Пока терминал будет работать в тестовом режиме, ну а затем, так пообещали создатели, будем летать дальше и больше. Значительно расширится география полетов. Первыми впечатлениями поделится Елена Горшинина. Она выходит на прямую связь со студией. Что ж, Елена, теперь не будет очередей? Анастасия, сегодня этих очередей точно не будет, поскольку, как вы правильно сказали, Пулкова начинает свою работу в тестовом режиме и принимает сегодня всего шесть рейсов. Три на прилет и три на вылет. Буквально через несколько минут первый рейс отправится в Дюссельдорф. Так что сегодня с утра пассажиров было немного. Когда мы сюда приехали, нам даже казалось, что гораздо больше рабочих. Поскольку, конечно, не все еще доделано. То есть, конечно, все дороги, тротуары есть, но вот, например, газоны не благоустроены. Или, например, заезд на второй этаж пока не работает. Так что, собственно говоря, с завтрашнего дня, как нам обещают, новая воздушная гавань Санкт-Петербурга будет обороты, как говорят, только набирать. Теперь о самом непосредственно здании. Итак, это абсолютно потрясающий по своей грандиосности проект. Это четыре этажа, сделанных из стекла и бетона, причем выдержанных в петербургском стиле. То есть, это четкие линии, это неброские краски. При этом единственную волну, которую мы заметили, это были потолки. И, как нам объяснили, это символизирует Неву. И говорят, что золотой купол у нашего нового терминала, но мы пока не смогли это оценить, просто потому что пока еще очень темно. Но мы в следующем эфире обязательно расскажем, золотой ли он. По мнению архитекторов, он должен символизировать огни города. Что же касается внутреннего убранства, то здесь все сделано по принципу беспрепятственного доступа. То есть, как я уже сказала, это 88 стойк регистрации. Это больше 100 пунктов паспортного контроля и 7 лент багажа. Пока нам, кстати, сами эти уникальные механизмы не показали, я имею в виду по выдаче багажа. Но обещают это сделать в ближайшее время. Так что, Анастасия, я думаю, что и летом нам удастся избежать пробок. А вот будем ли мы вылетать вовремя, это большой вопрос, поскольку около 2000 метров квадратных от площади будут занимать магазины дьюти-фри. Так что, Настя, нам с вами будет где разгуляться. Главное не потеряться и не забыть вовремя улететь. Настя. Да, хорошо, Елена, постараемся. Елена Горшинина открывает сегодня новый терминал Пулково. Продолжение следует...